История историей, но хочу вам поведать, дорогие потомки, чему и я сама была свидетелем. Потому что какой же я краизнавец, если не расскажу то, что сама лично созерцала. Конечно, легче анализировать, когда знаешь, чем закончились события, которые происходили сто лет назад, а тут надо по-живому, по-недавнему. Но что поделаешь, я же сама говорила, что если закапываться все время в прошлое, то можно потерять связь с реальностью и покрыться пылью. Тем более я не знаю, что вам будут рассказывать о нашем времени ваши предки и учителя истории. И вообще не уверена, что они донесут до вас какую-то более-менее реальную картину. А так случилось волею судеб, что я стала прямым свидетелем преобразования постсоветского украинского общества. То есть наблюдаю этот процесс изнутри, из самого, так сказать, жерла вулкана за процессом бурления этой лавы. И кое-что могу рассказать по этому поводу. Итак, я в своих роликах пару раз касалась той темы, насколько неоднородно любое общество, и упоминала о том, что в каждом из них есть разные люди. Но в мировой практике как-то уже устоялось, что подразделяются не на open-minded, broad-minded, иначе говоря, люди с широким кругозором, критическим мышлением, способные ставить под сомнение поступающую информацию, включая собственное убеждение. Все мы ошибаемся, но при поступлении новых данных полезно их проанализировать и при необходимости выйти на новую точку зрения. При этом иногда таким людям бывает стыдно, неловко и неприятно, что вовремя они не сориентировались, но на этом они не зацикливаются, а идут вперед. Это естественный процесс развития. Основа критического мышления – это логика. Она опирается на ясность, правдоподобие, точность, значимость, глубину, кругозор и справедливость. Все остальные люди – это обыватели, а значит, обычные и заурядные. Они неохотно воспринимают новые идеи и мнения. Когда-то их называли мещанами. Обыватели – это типичные потребители, и самая характерная их черта – отсутствие чувства ответственности перед обществом. Их интересы простираются не дальше интересов собственного круга общения, не дальше своей семьи. Как говорил писатель Герман Гессе, «Мещанство подразумевало спокойное следование большинству для ведения средней умеренной жизни. Оно пытается осесть посредине между крайностями в умеренной и здоровой зоне, без яростных бурь и гроз». Обыватели обычно очень болезненно относятся при малейшем намеке на ошибочность их суждений и страшно обидчивы. Типичный спор open-minded с обывателем, если такое случается. Open-minded излагает факты, при помощи логики пытается доказать правильность своих умозаключений, а обыватель все это начисто отметает, за отсутствием аргументов он горячится, переходит на личности и выкрикивает те постулаты, к которым давно привык, которые где-то услышал, даже если касательно предмета спора он является дилетантом и не обладает определенным набором знаний. В голосе его часто слышится обида, которую он затаивает, и потом пытается реабилитировать себя в семье среди своих таких же обывателей, чтобы поднять свою самооценку. А open-minded после спора скажет в кругу друзей, он никаких аргументов слышать не хочет, несет всякую поргу совершенно ни в теме. Понятно, что никакой обиды на обывателя он не затаивает, просто констатирует факт, что с этим человеком дальнейший диалог бесполезен. Хотя дискуссия может происходить и в другом тоне. Обыватель сыплет реальными фактами, но не связанными между собой логически. И когда оппонент пытается объяснить, что такие отдельные факты ничего не доказывают, то обыватель громко смеется и считает, что он загнал в угол человека с критическим мышлением. Такой вид полемики я наблюдала в детстве, когда мой отец спорил с моим дядей-сталинистом. Дядя сыпал отдельными фактами, и чем больше он их приводил, тем чаще мой отец схватался за голову. Но победителем себя чувствовал именно дядя, потому что считал, что моему отцу просто нечего возразить. И вот после полномасштабного вторжения России в Украину возникла такая полемика, как ответственность за войну. И понятно, что в России такие споры стали появляться только после того, как данную Россию начали душить санкциями. До этого им были по барабану такие сложные понятия. Всем поголовно, кстати, и либералам, и сторонникам правящей партии. А вот когда цены растут, рабочие места сокращаются, продукты вдруг стали исчезать из магазинов, а будущее туманно, то у российского населения стали в голове складываться невеселые картинки типа «а при чем тут я?». Это все Путин виноват, а я простой народ. В принципе, санкции накладывают для того, чтобы в голове хоть какие-то мысли появлялись. Так вот, этот термин «простой народ» много чего и объясняет. Это все наследие Псовка, где общество разделялось на начальника и этот самый простой народ. Даже придумали такую пословицу «ты начальник, я дурак». Про начальников я вам доходчиво рассказала в ролике «Деды танцевали», где шла речь о становлении советского режима, ссылка вверху. Так вот, после наложения животворящих санкций, российская привабалерина Ксения Собчак стала недоумевать, почему от санкций должно страдать «гражданское» население России, не причастное к вторжению в Украину. Таким образом, Ксения и простой народ просят не применять к ним такое понятие, как коллективная ответственность. Такая точка зрения присуща инфантильным пиплам, к которым относится и Ксения Собчак при всей ее показной продвинутости. Потому что, например, Гаррика Спаров, как человек с ретическим мышлением, считает, что он также несет ответственность вместе со всем народом, потому что, возможно, где-то по жизни допускал ошибки. Умный человек всегда способен признать, что где-то ошибся, чего-то не учел. Это и есть развитие. А мы помним, что извлекать уроки из истории – это развитие. Наступать все время на грабли – это застой и дорога в ад. Понятно, что на такие вопли россиян нам накидывают, что это именно они породили своих руководителей, что они и есть тот самый коллективный Путин. Это при их молчаливом согласии и поддержке Путин борзел и уже черт с вами со всеми – и хорошими, и плохими, и либералами, и единороссами. Кто сейчас в этом будет разбираться? Open-minded людей в России, наверное, процентов 5. То есть всего приблизительно 7 тысяч человек. И туда не относятся эмигранты и те, с виду продвинутые, но зараженные имперским мышлением. Например, некий Андрей Мовчан выразил свое либеральное мнение, что санкции не должны касаться россиян, не имеющих никакого отношения к российской политике или даже активно ей оппонирующих, потому что ограничения депозитов россиян за рубежом и запреты на выдачу виз играют прямо на руку Кремлю. И призвал донести его авторитетное мнение до принимающих решения Великобритании, ЕС и США лично или через медиа. Во как завернул. Иначе говоря, по мнению Мовчана, кто-то там в Великобритании, ЕС и США должен все бросить и срочно заняться поиском условно хороших россиян, тех 7 тысяч человек, к которым этот Мовчан явно не относится и которых мы не знаем. Но что такое коллективная ответственность? Не следует путать с коллективной виной. А то в России эти понятия пока еще смешивают и ходят с футболками «я не виноват». Часто трактуют этот термин и с негативной точки зрения, как, например, когда во время немецко-советской войны немцы брали заложников и уничтожали их, если случалось что-то антинемецкое. В английской Википедии написано, что коллективная ответственность касается организаций, групп и обществ. В виде коллективного наказания она часто применяется в качестве дисциплинарной меры в учреждениях закрытого типа, например, школы-интерната, наказание целого класса за действие одного известного или неизвестного воспитанника, воинской части, тюрьмы, психиатрические учреждения и т.д. Санкции на всю страну – это, как видим, одна из мер коллективного наказания. Примеры в бизнесе. Все работники несут ответственность за невыполнение корпоративных целей, например, не достигли уровня запланированной прибыли, независимо от результатов и усилий отдельных лиц или групп, которые могли достичь или перевыполнить задачи. То есть плохо поработали в целом, премии не увидит никто, даже если один из вас надрывался, потому что взять эту премию просто неоткуда. Или поет хор, половина поет фальшиво. Хор негодный, хоть вы из шкуры лезьте, доказываете, что у вас два певца из ласкалы. Коллективы – это приличное заведение, не приглашают, и он влачит жалкое существование, довольствуясь часами выступлениями на свадьбах и юбилеях, когда зрители пьяные, им все равно, лишь бы быстро и весело. Страдают теноры из ласкалы тоже, но кто будет в этом разбираться? В политике. Отставка всего кабинета министров, если он в целом сработал плохо, даже если некоторые министры были вполне эффективны. Значит, не наладили работу, коммуникации. На выход всем. Философия и религия. Области нематериальные, и там свои трактовки, и используются более простые понятия, такие как кара, закон бумеранга, адрай, карма, причина, следствие. Иначе говоря, тут стараются облегчить понимание, чтобы земляне уяснили. Сделай что-то плохое, тебе за это рано или поздно прилетит. Но все эти кара и бумеранги применяются к отдельному человеку. Типа, сделал капость, самострадай. Кто сделал капость, тому и прилетит. Мирян это устраивает. Но в жизни все устроено по-другому. Условно хорошая тетечка, милая и обаятельная, цветочки поливает, и видит, что ее сосед делает какие-то мерзости. Делится этим с подружками, и все они ждут, когда к соседу прилетит кара, закон бумеранга, и в итоге казан с чертями. Но реально ответственный гражданин не станет равнодушно за всем этим наблюдать. Он попытается изменить ситуацию. Он понимает, что этот капостный сосед может завтра нанести вред другому члену общества, убить кого-то, поранить. Ответственный гражданин постарается предупредить преступление и бьет во все колокола. А вот эта фраза, пусть люди делают все, что хотят, пока это не касается лично меня и моей семьи, это позиция обывателя. Коллективную ответственность нагляднее объяснить и на таком примере. Мозг маньяка принимает преступное решение. Но когда этого чокнутого ловят и ведут на расстрел, то в итоге погибает преждевременно весь его сложный организм. Представьте, что другие органы при этом начнут вопить. А при чем тут мы? Почки, сердце и желудок. Но тем, кто уничтожает маньяка, уже все равно, что там с его почками и сердцем. В топку вас всех вместе с больным мозгом. Вы же поддерживали жизнеспособность этого безумца. Вы же платили налог, ой, обеспечивали ему кровоток. Мы могли заблокировать на какое-то время поступление ему еды из желудка. Да мало ли что мы могли сделать, чтобы вылечить его. А значит выжить самим и потом спокойно загорать на солнышке. Пусть бы организм маньяка так за не мог, чтобы не мог выполнять своих маньячных функций. И тогда все бы органы были живы. А пока бы вы сопротивлялись, ему бы было недоманячество. Пока бы он бегал по врачам, лежал бы в больничках, сколько бы людей осталось в живых. Но никто об этом не думает, и маньяка уничтожают вместе с его абсолютно здоровыми почками и прекрасной поджелудочной железой. Или, например, организм принимает антибиотики из-за больных легких. Но у антибиотиков есть и побочные эффекты, от которых страдают те же печень и желудок. Прикиньте, если бы они взывали. А мы причем, пусть легкие и страдают. Но на самом деле печень и желудок ничего такого не говорят, а стараются терпеть и приспосабливаться, потому что знают, что это коллективная ответственность. Если не вылечить легкие, то погибнут все. Вот эта простая концепция и объясняет коллективную ответственность. Это как дождь. И жаловаться на него бесполезно. Ну, с Россией все понятно. Эти 7 тысяч раскиданных по всей территории, open-minded, которые под санкциями не ропщут, потому что знают за что. Даже больше. Они понимают, что санкция – это путь к выздоровлению всего общества, в котором они имели несчастье родиться. Они даже что-то пытались сделать когда-то, но обломались, потому что их мало, а кругом одни ватники. Но нас более волнует наше украинское общество. Из чего оно состоит? Куда мы двигались и движемся? Как у нас соотносятся эти open-minded и обыватели? Обыватели, кстати, это довольно разношерстная группа. Она состоит как из заблудших душ, тех, кто верит всему подряд, слухам, сплетням, так и тех, кто сознательно использует ситуацию в корыстных целях, в ущерб обществу, чтобы нажиться за счет других. Это всякие коррупционеры, антикоррупционеры, казнокрады, политиканы, бюрократы, взяточники, популисты, приспособленцы, коллаборационисты, те, кому война мать родна, те, кто наживается на гуманитарке и, пользуясь войной, решают свои личные вопросы, пока другие гибнут и получают тяжелые ранения. Заблудшие души – это, как правило, хомячки. Такой термин применяется к людям, которые при оценке происходящего и других лиц используют не факты и здравый смысл, а бездумно верят всякому информационному мусору, раскрученным мнением, вбросом через соцсети, фейкам и т.д. Если мы вернемся в 1991 год, тогда эти люди назывались просто «Совок». И соотношение open-minded к «Совку» можно определить по голосованию за Вячеслава Черновола. В 1991 году Вячеслав Черновол был кандидатом в президенты Украины и набрал 23,27% голосов. То есть мы имеем на старте 25% населения – это элита нации, которая еще 30 лет назад требовала провести декоммунизацию, иллюстрацию, переименовать улицы и площади в честь украинских героев, возвратить исторические названия городам и селам, то есть убрать все российское из памяти, держаться от России подальше, отгородиться от кацапов рвом с крокодилами. Другими словами, все то, что сейчас делается под обстрелами ракет, украинская элита прекрасно понимала еще 30 лет назад. Если бы тогда их послушали, то у нас бы была совершенно другая история. Черновол был политиком, патриотом, лидером национально-освободительного движения, головою областной рады. Это то, что надо было Украине на начальном этапе восстановления независимости. Но народ предпочел свою родную старую партийную номенклатуру Кравчука, который отдал России за газы ядерной крылатой ракеты, а также Черноморский флот вместе с Севастополем. Кравчук делал то, что от него требовал его совок-избиратель. Как-то люди с духовной несвободой и внутренней несамостоятельностью, с завышенными социально-еждевенческими установками, противники демократии. Савук требовал сделать так, чтобы хорошо жить, но при этом руки прочь от их советских кумиров, Ленина и ему подобных. Савук не понимал, что все эти вещи взаимосвязаны, и Ленина им оставили, и других кумиров тоже. Кстати, на западе Украины памятники Ленина демонтировали еще в 1990-м, а в Киеве в 1991-м. А в Польше в это время выбрали Леха Валенсу. Таким образом, Польша изначально пошла впереди нас на корпус вперед. 25-процентная элита, голосовавшая за Черновола, она, кстати, тоже неоднородная, но об этом позже. Эта элита, как видим, заявила о себе в 1991-м году и на своем горбу потащила всю Украину вперед. В уны почалы лупаты всю скалу в надежде, что сменится поколение и все наладится. Эту элиту Савок травил, она не могла высказывать быту свои украинофильские взгляды. Обывателям такая позиция оказалась экстремистской. Но элита не эмигрировала, она, стиснув зубы, делала свое дело. Голосовала за кого надо на местных выборах, боролась в судах за справедливость, отстаивала Украину, воспитывала себе на замену детей, внуков, учеников. Были, как сказали недавно китайцы, когда их спросили, на чьей они стороне, Китай на правильной стороне истории относительно войны в Украине. Так и украинская элита была всегда на правильной стороне относительно национальных интересов государства Украины. Наступил 1994 год. Вячеслав Черновол сам не баллотировался, но призвал поддержать Владимира Ланового, которого уважал как выдающегося экономиста. Очень неплохая кандидатура. В этом интервью Вечерки Лановой рассказывает, что нужно обеспечить стабильность национальной валюты и внедрять рыночные отношения в экономику. И предупреждал, украинский народ получил последний шанс построить свободное и независимое государство. Но набрал Лановой только 10%, потому что остальные 15% из 25% элиты распорошились по другим кандидатам. Это та самая неоднородность элиты, что в принципе естественно. 10% ясно понимали, что происходит, а 15% растерялись и выкинули свои голоса. Запомните одну вещь. Всегда есть 2-3 проходных кандидата и нужно ставить на них. Перед выборами надо изучать рейтинги от социологов с хорошей репутацией. Иначе вы, успокаивая свою совесть, свой голос выбрасываете на помойку. Не совсем на помойку, вы отдаете таким образом свой голос тому проходному кандидату, за которого ни в жизнь бы не проголосовали. Во втором туре 45% голосов получил Кравчук, 52% – Кучма, 3% были против всех, потому что выбора действительно не было. Как распределились голоса 25% трудно сказать. Кажется, они находились в шоке, но скорее всего голосовали за Кучму, как за новую лошадку. Стало быть, как и предупреждал Лановой, Украина профукала свой шанс и свернула на кривую дорожку, ведущую в пропасть. При Кучме рассвела коррупция, все о нем известно, погуглите. Упомяну только то, о чем рассказывал бывший КГБист Юрий Швец, который прослушал почти все так называемые пленки Мельниченко. Можно по-разному относиться к Швецу, но он прослушал эти пленки. И что поразило Швеца, так это то, что в кабинете Кучмы вообще не разговаривали о государстве или реформах, а только кто чего кому сказал и всякие невнятные доклады, и я этому верю. А Польшу повел вперед теперь уже Александр Квасневский. Просто визуально сравните этих людей. А украинские обыватели разошлись по домам в ожидании того, что красный директор Кучма наведет им порядок. Но уже в течение первых лет своего президентства Кучма под видом экономических реформ создал все условия для появления на украинском рынке финансово-промышленных групп, на базе которых последствия выросли современные бизнес-структуры украинских олигархов. А 25-процентная элита опять потащила на своем горбу Украину вперед, что ей еще оставалось. Опять же запомните, уровень IQ власти не должен быть ниже, чем уровень IQ элиты общества. При этом не путать элиту общества с политической элитой. Термин из учебников политологии. 1999 год. Уже научились манипулировать пиплами. Если просмотреть список кандидатов в президенты с высоты 2022 года, голосовать не за кого. Удовенко из Народного Руха набрал 1%. Ветренко 11%. Представляете уровень того пиздеца, где Ветренко набрала 11%. Марчук мог бы быть лучшим вариантом, но он набрал 8%, как когда-то Лановой. В итоге этих манипуляций и множества непроходных персонажей, с целью сбить толку обывателей, в финал вышли Кучма и, прости господи, представитель Компартии Симоненко. Симоненко набрал 38%, за него голосовал крепкий совок с ностальгией по СССР, потому что обыватель думал, что то, что делал Кучма, это и были реформы. А в это время КГБ уже пришло в себя после развала СССР и назначило исполняющим обязанности президента некоего товарища Путина. И когда тот вступил в должность и принял свое обширное хозяйство, то ему папочку и положили при любопытнейший документ с итогами голосования выборов в Украине. И он увидел потрясающую картину маслом. За Симоненко проголосовало почти полстраны, а это люди, ностальгирующие по СССР, и они маются, страдают, мучаются и жаждут вернуться в совок. И окрыленный Путин намечает свой план их спасения. Именно с этого момента и начинается российско-украинская война с 2001 года. Но эту войну заметили только 25% населения. Остальные находились в приятном неведении. Война ведь была еще пока в относительно холодной стадии и заключалась в постоянном вмешательстве России во внутренние дела Украины, что было нетрудно, принимая во внимание уровень коррупции, который взрастил кучма, более занимающийся личными интересами своих родственников, чем интересами вверенного ему государства. И не случайно именно в 2002 году одна газовая принцесса резко меняет свой имидж. Нацепив для пущей узнаваемости на голову косу бублик, она уходит в оппозицию и создает блок своего имени. Лично меня это еще тогда насторожило. Человек, никогда не высказывающий свои проукраинские взгляды, с девичьими фамилиями Григян и Телегина, партнер по бизнесу коррупционера Паши Лазаренко, вдруг с каких-то вольтов начинает себя позиционировать, как украинская барыгиня, символ жинки-матриарха. Если раньше о ней говорили, как о достаточно жесткой даме, то теперь в ее голосе прочно поселился технически отработанный интонационный елей. Страна летела в пропасть, но даже до кучмы что-то начало постепенно доходить, потому что 3 сентября 2003 года на книжной ярмарке в Москве он официально представил свою книгу «Украина не Россия», а через месяц после этого события получил ответку. Россия распочала активную фазу будивництва дамбы до украинского острова Тузла. В итоге все это безобразие привело к оранжевой революции, потому что элита нации уже подохуела от творящегося беспредела. И это случилось спустя 14 лет после восстановления независимости Украины. Элита нации заявила о себе громко и дала понять, что она есть, она никуда не делась. Козацкий дух все еще вырует в нашей крови, и мы не собираемся терпеть надругательство над страной. Элита встала во весь рост, когда Украина балансировала на краю пропасти. Поводом стала реакция на массовую фальсификацию, которая повлияла на результат выборов, в сети карусели и прочее. Путин, как причастный к этим фальсификациям, первым поздравил Виктора Януковича с победой. Но элита показала свою готовность к сопротивлению, и у нее появляется лидер Виктор Ющенко. Обыватели, понятно, что ничего не могли понять. Зачем все эти революции? Ведь так хорошо живем с братским народом. Понести нам тарифы, повысти нам пенсии. Договорить уже наконец где-то посередине – это их обычная риторика. В результате на выборах 2005 года, опять-таки, два десятка кандидатов, большинство довольно мутные персонажи. Но во втором туре Виктор Ющенко получает 52% голосов, тогда как премьер-министр Кучмы Виктор Янукович – 44%. За Ющенко проголосовали те, кто видел в нем проукраинского президента, хотя его и пытались выбить из гонки путем отравления. 52% включали в себя, во-первых, те самые, нескоро, не 25%, у которых теперь появился лидер, и те, кто подозревал, что заигрывание с Россией закончится катастрофой, и видели Януковича, русский мир. 44% – это те, кто подхватили лозунные вбросы «Услышьте Донбасс, почему вы не хотите президентом нашего парня». Это те, кто упивался Советским Союзом, унылым Достоевским в ожидании пенсии и всяких благ. Также там коррупционеры, взяточники, и те, кому просто не нравился Ющенко, может даже лицо его, которое ему попортили. И противники всяких революций. За мир, за мир во всем мире, за дружбу народов, как хорошо было в СССР, ой, у меня бабушка в Воронеже, а там пенсии большие, а я сам родом из Рязани. И всякие военные пенсионеры, служившие в России, а при отставке предпочли выбрать сытную, теплую Украину. Тем временем Польша уже вступила в Евросоюз и выбирает своим президентом Леха Кочинского, который погибнет при странных обстоятельствах в Смоленске в 2010 году. Путин удовлетворенно потирает руки. Украина давала ему знак, что она практически готова упасть в его объятия. Он, конечно, огорчился победой Ющенко, но ненадолго. Это не в природе Путина надолго подать в уныние, когда у него есть план. Что за проблема подкорректировать план, если в наличии такой огромный ресурс, 44% населения Украины. Верная дорога идем, товарищи. Все только начинается. Электорат 1999 года, 40% за коммуниста Симоненко, все еще жив и здоров, машет ему ручками и ждет его с букетами. И неунывающий Путин идет по намеченному плану и продолжает раскручивать тему русского мира. Этот термин в 2005 году ввел политический обиход, его помощник Сурков и даже придумал для этого новый праздник День народного единства. И Путин начинает готовиться к освобождению украинского народа от нацистов. А нацисты это все те, кто голосовал за Ющенко. Это тоже как бы полстраны, но у Путина есть время подкорректировать избирателей Ющенко в сторону уменьшения их количества путем пропаганды и оболванивания их через телевизор. В Украину хлынули с новой силой Киркоровы, Маши Распутины, Русское радио, блатной шансон каждой маршрутки. Дима Киселев уже в Украине, он работает то гласно, то не гласно на ICTV. Все эти каналы Интер, СТБ и прочие ICTV нальют говна в уши украинцев столько, что десятилетиями они их потом не вычистят. Все идет по плану, вот что на самом деле значат слова Путина, над которыми все смеются в апреле 2022 года. А зря, потому что Путин весьма точен в своих формулировках. Все впереди и план есть. В 2007 году воодушевленный Путин выступает на Мюнхенской конференции и излагает тему многополярного мира, иначе говоря, он желает быть признанным как центр, отвечающий за военное, культурное и экономическое влияние наравне со США, то есть, как он неоднократно заявлял, поделит сферы влияния. И Украина, естественно, оставалась бы в сфере его интересов. Оттуда и все эти набившие оскомину заявления про братские народы. Путин не спешил. Янукович на месте, никуда не делся. Все сделаем мягко и безболезненно. Ведем украинцев в кому, а проснутся они уже в русском мире. Дима Киселев отлично справляется, как тонко он обрабатывает украинское пропагандистское поле на канале ICTV. В телевизоры льется российская попса, открываются кружки российско-украинской дружбы. И как когда-то сказал Путин, украинских политиков нельзя купить, но их можно арендовать. Именно поэтому Ющенко было так сложно. По большому счету он не оправдал надежд своих избирателей. Он не остался их лидером. Лидер должен иметь совсем другие качества. Да, ему ставили палки в колеса. Какого-то черта он дал слабину и взял даму с бубликом премьером. Та за его спиной подписала скандальный газовый контракт с Россией. Да и сам, честно говоря, Ющенко оказался не готов к должности президента. Его только за Атолотия надо бы призвать к ответу. Атолотий развалилась, распродал армию. Она прекратила по сути свое существование, а Янукович потом ее добил. Я сама работала с директором, майором отставки в 2008 году. Он как раз ушел из армии и рассказывал, что там творилось, какой там уровень коррупции. Он говорил, что его кадровые офицера, военного по призванию и других такие же, как будто спецом выдавливали всякие подонки, которые чувствовали себя там вольготно. Его резюме. Армия небоеспособна. Это он говорил в 2008 году. За 6 лет до начала горячей фазы российско-украинской войны. Глупым народам проще управлять, поэтому продолжалась дебилизация населения. Стадом баранов проще манипулировать, а значит украинцев надо искусственно отуплять. Поэтому в дебилизацию населения Украины вкладывались баснословные средства. Возьмем западное телевидение, для примера. Включаем. И что мы там видим? Там лучшие из лучших, которым надо тянуться. Надо стараться быть на них похожими. Надо соответствовать. Необходимо расти до них. Там профессиональные певцы, там тонкий юмор. И общество таким образом развивается. В это время в Украине в 2008 году выходит низкопробный сериал «Сваты». Так и хочется сказать «Скоты», где какие-то быдляческие персонажи жрут, ржут, перемежая свои терки плоскими шутками. Набирала обороты студия «95 квартал». С 2005 года одним из инвесторов в этой студии был собственник пророссийского канала «Интер». Их концерты крутили в междугородних маршрутках. Для меня это была пытка, когда я ехала в таких маршрутках к подруге в гости. Но я видела, как большинство пассажиров искренне ржали на весь род и особенно все любили этого рвотного лысого. Творчество этого квартала было рассчитано на людей, получающих удовольствие от шуточек сортирно-плинтусного уровня. В это же время появляются боты, и юлиботы из них были самые мерзкие, самые кусючие, и было их немерено. Это значит, что Кремль и некоторые украинские олигархи серьезно ставили на даму с бубликом. Редактор «Украинская правда» Алена Притула даже объявила юлиботам войну. Они массово появлялись в комментариях и выдавали сотни копипастов, независимо от сути новости. Один и тот же копипаст юлиботов запросто можно было встретить в разных новостях разных сайтов. Совершенно полным аналогом в Российской Федерации в это время работали ядроботы, которые ежесекундно появлялись к новости с ключевыми словами «Путин». Притула указывала, что юлиботы отличались масштабностью и цинизмом, который превращал саму идею комментариев в фарсы-мусорку. По этим комментариям уже давно нельзя судить хорошая статья или плохая, правильно ли сделал лидер какой-то, заявив о том-то или неправильно. Притула показала несколько примеров штабной работы юлиботов, как маленькую капельку в мутном океане таких комментаторов. Она сказала, что именно окружение дамы с бубликом допускает такие черные игры со всеми читателями украинского интернета. Игры, искажающие реальность, зомбирующие мозги, одурманивающие. Они пишут из всех регионов страны, создавая сомнительную массовую поддержку своему лидеру. Но это были только цветочки. В 2009 году ботафабрик еще не существовало, а были только веб-бригады, известные на России с 2003 года. Что Ющенко успел сделать, так это под конец своей каденции начать демонтаж памятников и памятных знаков, посвященных лицам, причастным к организациям гладоморов и политических репрессий в советское время. На деле поваляли в Украине еще немножко памятников Ленину при страшном сопротивлении. В Луганской области коммунисты, например, тут же ставили новых Лениных. Так что к 2010 году и все было готово для победы Путина и олигархов над нашей бедной нынькой. Опять кандидаты выдвинули всякую срань, чтобы распорошить голоса. Я ценник набрал 7%, Ющенко 5%. Он не оправдал доверие элиты и она его растерла порошок. Поддержки Ющенко не имел, как слабый человек. Президентство – это было не его. Медом заниматься на пасеке – это да. Его встречали даже на барахолках, где он искал какие-то старые вещи. Знаете, когда у человека есть хобби и он ждет, когда закончится рабочий день, чтобы побежать скорее домой и вырезать свои поделки или вязать свитер. И вот во второй тур выходят старые лошадки, но элите нации выбирать Нейского. Она потеряла хоть какого-то лидера. Весь мир внимательно за этим наблюдал всем и понял, что Украина – это все-таки слабое постсовковое государство. Пытались там дернуться в оранжевую революцию, но их быстро запрягли. У Путина все под контролем, решил мир. Хватка у него железная. Украина в сфере его влияния. И главное, она уже не сопротивляется. Будет вторая Белоруссия, но что поделаешь, такова с эляви. Кто им доктор? Как Янукович, так и Дама с Бубликом оба устраивали Кремль и тех украинских олигархов, кто вкладывал в них деньги. Результат – 35 на 25 процентов, дают в сумме приблизительно 70 процентов наших обывателей и тех, кто пытался убедить себя, что Дама с Бубликом – меньшее зло. Я как раз считаю, что меньшее зло – это был Янукович все-таки. Его хоть специально не готовили. Он был всегда готов, а это разные вещи. В это время Польша выбирает себе Бронислава Комаровского и продолжает прекрасно развиваться. Справедливости ради отметим, что в Польшу не вкладывали миллиарды по отуплению населения. Там элита чувствовала себя на месте, никто польскую элиту нации не гнобил, а наоборот поощрял. Польские политики проходили естественную селекцию и, будучи на своем месте, вели свою страну вперед. Страна развивалась. Так что запомним, не гнобите элиту нации. Выбирайте ее в руководство страны, ОТГ и мэры. И тогда в стране будет все хорошо. Помните, что IQ руководителей страны должно быть выше, чем и героев сериала «Сваты». В 2012 году Валерий Хорошковский продает 95 квартал одному бородатому олигарху. И тот начинает юзать данный коллектив по полной программе. Вдруг партия регионов обвиняет Дамус Бубликов в предательстве национальных интересов Украины и сговорив в пользу России при подписании газовых контрактов в Москве во время газового конфликта в январе 2009 года. Это был интересный ход. Мог ли Янукович это сделать, не советуясь с Кремлем? Четкого ответа на этот вопрос пока нет. Некоторые эксперты утверждали, что это был ход Путина. Ему было это выгодно, потому что тогда в Украине будут проблемы с ЕС. А чем больше проблем, тем это выгоднее России. В итоге начались шоу с инвалидными колясками, лабутенами и ходили слухи, что по-настоящему Дамус Бубликов наказание не отбывало. Но это были только слухи. Второго Зайца убивало это шоу, отлично отвлекало внимание населения, пока Украину готовили к сдаче национальных интересов. И в-третьих, поднимало рейтинг Дамис Бубликов как политику, как страдалицы в борьбе с режимом Януковича. И вот пришел 2013 год. Янукович был послушной куклой в руках Кремля, но подобно Кучме, даже эта кукла понимала, что делает что-то не так и собралась подписать ассоциацию с Евросоюзом. И чуть не подписала, и даже поехала подписывать. Но позвонили из Кремля и ассоциация сорвалась. И тут наша 25% элита опять взорвалась. Терпеть такого надругательства над страной было невыносимо. Их не удалось дебилизировать сватами с котами, потому что дебилизировать элиту невозможно. Элита нации собралась на Майдане, ее там расстреливали, но она боролась за Украину точно так, как мои атаманы солонянщины и Софиевщины 100 лет назад, пытаясь предотвратить сближение с проклятой Россией. Потому что все они знали, что уход от Европы и возобновление СССР – это конец нации, конец Украины как государства. Элите интуитивно присоединилась и та часть населения Украины, которых не сумели окончательно оболванить. Это те, кто интуитивно понимал, что правда на стороне Майдана. По сути, это та проукраинская часть, которая голосовала за Ющенко в 2005-м. Понятно, что такой неожиданный поворот опять срывал планы Путина. Но, как всегда, он особо не унывал, ведь у него еще была Дама Трев в рукаве. Но когда Дама Трев выползла на сцену в жалком виде с целью возглавить Майдан и начала надрывно учить майдановцев, что им делать дальше, то воцарилось тягостное молчание, а потом и легкий шум негодования. Это была другая Украина. Эта Украина в страдающих дамах не нуждалась. Это было как раз после расстрела на Институтской. Это было после страшной ночи с 18 на 19 февраля. Все было пережито без нее. Майдан увидел старую и больную женщину и пожелал ей пройти курс лечения и оставить их в покое. По моему личному, не авторитетному мнению, ее в колонии передержали. Что касается Путина, то он был уверен в своих многоходовках, в своем умении добиваться своих целей и в своей методике ЦАП-ЦАРАП, как ее называет политолог Орешкин. Путин легко забрал Крым, пользуясь тем, что украинская власть тогда как раз висела на волоске и была очень слаба. Но самое ужасное, в Украине фактически не было армии. Армию, как мы помним, развалило Толотий, а потом ее постепенно добивали. В 2014 у нас было 5000 боеспособных вояк и никакого оружия. Даже на фронт не было чем этих вояк отвозить. Путин же для того, чтобы забыли про Крым, организовал заваруху на Донбассе, превратив ее в кровоточащую язву и приготовился ждать, что вот-вот придет к власти удобный ему президент и тогда Украина легко упадет в его рот, как созревшее яблоко. Потому что в остальном все было готово. В 14 лет Кремль оболванивал Украину, дебилизировал ее, взращивал пятую колонну, напихал в нее шнырей, органы ее власти кишели кротами из российских спецслужб. Первый тур вывалили почти всю свою агентуру. Ошибки быть не могло, а любого избранного президента Украины потом можно будет обработать. ФСБ на стрёме, на всех есть компроматы, соответствующие папочки. Нацики, то есть 25% элита, все еще без лидера. Справимся. Дама Треф после неудачного выступления на Майдане срочно срывает с головы опротививший ей бублик и начинает лепить себе имидж школьницы. Запомните, настоящий политик не меняет имиджи, как перчатки. Настоящий политик – натура цельная, и его голова занята исключительно национальными интересами, но в итоге что-то пошло не так, и на президентских выборах 2014 года Порошенко получает аж 54%. Это элита и остальные проукраинские граждане. За имидж школьницы в 12% проголосовал пророссийский мир, потерявший ориентацию в пространстве, антимайдан и те, кто когда-то давно купились на бублик. Оказалось, на имидже школьницы далеко в политике не уедешь. Кстати, и Юли Боты с тех пор как-то утихомирились и расползлись на другие работы. Я за Порошенко следила давно. Я за всеми слежу. И когда это касается интересов страны, то тут мир черно-белый. Это у нас в личной жизни небо голубое, а травка зеленая. Вася, конечно, с гнильцой, но в принципе он добрый и иногда полезный. В политике так не бывает. Если кто-то стратил, берем на карандаш. Второй раз стратил – это тенденция. Значит, Васю в сад, и все, что он не ляпнет, значения не имеет. Или же внимательно посмотреть, откуда Вася взялся и кто его танцует. А Украина наконец-то, хоть и с опозданием, но сравнялась с Польшей, которая выбрала Анджея Дуду. И с Порошенко они прекрасно сработались. Таким образом, элита нации получила внезапно своего настоящего лидера, который на другой день после вступления в должность начал, прежде всего, строить армию. Он громко произносил то, о чем боялись даже подумать, как в Европе, так и в Украине. И может даже в США. Специальный ролик нужен, чтобы перечислить все его достижения. Поэтому здесь коснемся основных. Банковская система очищена от банков пылесосов, бум украинской музыки, кинопроизводство и книгоиздания, выход из нефти и газозависимости от Российской Федерации, децентрализация, декларирование доходов чиновниками и депутатами, за что его возненавидели, декоммунизация, в 2015 году запретили наконец компартию, деолигархизация, дерусификация, дипломатические победы, дороги, внешнеполитический вектор, вступление в НАТО и ЕС, джавелины и байрактары, Томас, которым он хотел убрать московскую ФСБшную церковь с Украины. 25% ликовали. Теперь их лидер имел организаторские способности, ресурсы и железную волю. Ни Ющенко, ни Черновол не обладали всеми этими качествами. Элита поняла, что Украина идет по правильному пути. Она объединилась вокруг Порошенко, помогала ему, понимая, что лидеру нужна поддержка. Вместе они строили страну, а главное – армию. Волонтеры активно занимались снабжением армии и госпиталей, паучки ткали сетки. Они знали, что живут в воюющей стране каждую минуту и каждую секунду. Это элита нации. Завтра Порошенко стратит, и мы его закошмарим, поплачем и забудем. Элита уже выбирала Ющенко. И что? Стратил, оценили, что он сделал хорошего или пытался сделать и идем дальше. Такие мы украинцы. Фюреров не держим, у нас гетьманы. Что до обывателей, то они постепенно успокоились, расслабились, потому что минскими соглашениями, и укреплением армии, Порошенко остановил Россию в пределах Донбасса. Обыватели вернулись к своим любимым телевизорам, личным делам и неурядицам, и потеряли страх. Что до Путина, тот сначала был шокирован. Украина была почти у него в кармане. Крым, Донбасс – это все хорошо, но надо же и дальше двигаться по методике ЦАП-ЦАРАП. А Порошенко не собирается, как его предшественники, плясать под его дудку. Он даже ухитрился сколотить антипутинскую коалицию в мире, при том, что Европа была опутана кремлевскими коррупционными сетями. Бобера Меркель работала над тем, чтобы газ покупать только у России и т.д. Все это всплывет, но гораздо позже. Порошенко не устраивал ни Путина, ни бородатого олигарха. Отойдя от первого потрясения, они вспомнили о своих прежних наработках и продолжили делать то, что умели, но с новой силой. У них были деньги, зомбоящики и еще с 2013 года мощные ботафабрики. Цель – убрать Порошенко. И тут мы стали свидетелями того, чего не видели раньше. Это Янукович, как дурачок, с каруселями бегал по избирательным участкам, чтобы подтасовать результаты выборов и подкупал ЦВК. Боты Януковича были какие-то млявые, вероятно считали, что и без бота у него был большой электорат. Зачем на них тратиться? На кого ставить еще не определились, но это должен быть какой-то непривычный и несистемный персонаж. Такой кандидат мог быть несколько сказочным, типа Буратино. Как раз для инфантильного избирателя, пионера и пенсионера. Поэтому для затравки стартанули пока массовую кампанию на дискредитацию Порошенко. Как тяжелая артиллерия, как грады, как ракетные залпы начали работать по двум направлениям. О технике пропаганды мы еще поговорим. Цель кампании – расчеловечить Порошенко и обесценить все его достижения. Причем убивали двух зайцев, дискредитируя Порошенко, дискредитировались и его сторонники. То есть та элита нация, которая строила страну и воевала за ее независимость. Об операции Буратино стало известно из документов со взломанной базы ЛДПР 2014 года. Очень правдоподобного, кстати, документа. А голосующий электорат был в этом документе разделен на четыре части. Первое. Ястребы. Те, кто за войну на Донбассе, за НАТО, против России и т.д. Это наша 25% элита. Ястребы. Отличное название. Второе. Пацифисты. Это те, кто за мир и покой, и не имеет значения под какими флагами. Мы помним. Стабильность, мир, жвачка, хоть камни с неба, лишь бы в моем дворике все было хорошо. Третий. Материалисты. Это любители гречки, кружек, календариков и бесплатных концертов. Те, кто любит всякие подачки. И четвертое. Пофигисты. Это против всех и назло всем, ибо достали. Это люди абсолютно безразличны к происходящему, к тому, что их лично не касается. Такое может быть от воспитания, но не только. Пофигистом и апатичным человек может стать потому, что он устал от чего-то или вымотан эмоционально или физически. Особенно разрабатывалась эта фишка «голосовать на зло». Сюда, как видим, не входят коррупционеры и антикоррупционеры, которым была прямо выгодно смена власти и которым при Порошенко было неуютно, скажем так. К ним был другой подход. Кандидат намечался одним из простых людей. Буратино будет выкрикивать острые фразы, лозуги, психологические вирусы, которые не мог бы сказать обычный кандидат. Он будет сыпать шутками и демотиваторами, которые начнут жить своей жизнью среди простых людей. Он будет высмеивать своих оппонентов, систему и т.д. Потому что он такой яркий и нетривиальный кандидат, средства массовой информации будут охотиться за ним. В соответствии с планом и направили компанию в двух направлениях, как мы говорили. Первый. Через телевизор понеслось. Липецкая фабрика, Иловайский котел, Мальдивы, Ко-Ко-Ко. Всякий бред, чушь, абсурд, вплоть до того, что Порошенко убил своего брата. Хомячки успешно жрали эту дрянь, им внушали, что они устали от войны, т.е. само упоминание слова «война» вызывало у них тягостное чувство и утомление. Слово «мир» стало оружием пропагандистов. В итоге у хомячков развили слепую, животную ненависть к Порошенко. В геометрической прогрессии эта ненависть в виде психологического вируса передавалась соседям, знакомым, родственникам все то, что нажужжали пропагандисты в телевизоре. Усталому пофигисту подсказывали, что он устал от войны, потому что войну эту развязал Порошенко и она ему выгодна. Именно поэтому он не хочет договориться с Путиным. Пофигисту вымотанному, эмоционально или физически, пропагандист Камасичук подсказывал, что усталость его из-за недоедания, потому что борщевая каразина этой весной увеличилась в 35 раз и внушали, что голосовать на зло – это круто, это модно. Вторая категория – это всякие псевдоактивисты, коррупционеры и антикоррупционеры. Примкнувший к ним Саакашвили пытался организовать Майдан за импичмент Порошенко, а когда из этого вышел пшик, то стали организовать протесты. Прикиньте, сколько бабла тратилось на эти балаганы. Лично я никогда не прощу этому пройдохе Саакашвили, как он использовал при этом символику Майдана и даже святую для украинцев песню «Плывая Кача». Кремль подключил и псевдо-националистические партии, чтобы показать, что националисты тоже против Порошенко, и сбить с толку патриотически настроенную молодежь. И все это тогда, когда страна истекала кровью, потому что минские договоренности Россия постоянно нарушала, гибли украинские воины, а всякими хороводами и псевдо-протестами пытались раскачать Украину изнутри. Справиться с этим было сложно, потому что Европа только и выражала озабоченность и трактовала все эти балаганы как свобода митингов. Слово «активист» в итоге стало ругательным. Запомните, активисты бывают двух видов. Первое. В каком-то условном штабе решают, что им нужен раскрученный активист, чтобы через него делать вбросы и уводить в свою секту патриотически настроенных украинцев. Его начинают рекламировать, пиарить на всех каналах, он становится узнаваемым и начинает куклить вокруг себя сторонников и вести их за собой в нужном направлении. Второе. Чел сам себя случайно или не случайно распиарил, получил известность и узнаваемость, у него много подписчиков, он лидер мнений и теперь ждет, когда на него выйдут покупатели его бренда. И потом такой активист вдруг начинает делать странные посты о том, что он долго думал, как он мучился и размышлял, но все-таки решил, что прав именно тот политик или функционер, хотя он вам и не нравится на первый взгляд, но я за него, потому что я там был на редутах и видел сам одухотворенные честные лица, а тот, кто вам нравится, просто вы не знаете, что на самом деле он барыга и торгует на крови. Так что следите за своими активистами, и не попадаетесь на их крючки. Но элита тоже нормально так огрызалась. Элита с 1991 года качественно изменилась, это уже не были романтические диссиденты или плохо одетые дедушки из руха, это были предприниматели, ученые, бизнесмены, студенты, средний класс в общем. К ним засылали казачков для дискредитации, типа гляньте, какое чмо в их рядах. Пропагандисты пытались показать, что сторонники Порошенко это маргиналы и боты, то есть парохоботы. Ну понятно, что IQ у элиты достаточно, чтобы сказать, да, мы действительно парохоботы, нам нравится такое название, и стали себя так иронично называть. Они часто развиртуализировались и собирались иногда оффлайн на крещатике попить кофе. Элита стала грудью на защиту своего гетмана, не побоюсь этого слова. Слишком долго она его ждала. Элита понимала, что идет война против России, и война эта началась еще в 2001 году. Эта война была невидима для обывателя, он только видел волны, шторм, от которых ему становилось немножечко не по себе, только и всего. Ведь обыватели любят стабильность и спокойствие, посад и бриз. А на него постоянно дули восточные ветры, а эти восточные ветры кого угодно сведут с ума. Чем больше пропагандисты давили на Порошенко, тем теснее становились ряды парохоботов. Они прошли все фильтры, выкидывали из своих рядов провокаторов, и там остались достаточно стойкие сплоченные ряды. Их гетману не нужны были бетафабрики, потому что бот только и умеет что копипастить. Ботов бесчисленная масса, они легко узнаваемые, но они мертвы. Сам Порошенко сделал большую ошибку. Как-то не нашлось у него толковых пиар-менеджеров. Пресс-секретарь Цеголко ни на что не годился. Но как настоящий политик, а не чата-кукла, Порошенко, видно, не думал, что ему это надо. Ни словами, ни делами пытался он доказать, что ведет нацию вперед. Вторая ошибка. Он полагал, что если обыватель-хомячок потеряет страх, то он оценит, что жил четыре года мирным небом, упиваясь, как он и любит, своими личными заботами. Но обывателя убедили через телевизор, что именно Порошенко обязан был решать и все его личные проблемы. Пропагандисты объясняли ему, что без виз в Европу это никоим образом не благодаря Порошенко, а благодаря тебе, обыватель, благодаря тебе, украинский народ. К тому же у тебя, украинский народ, нет денег ездить по Европам, потому что благодаря Порошенко ты нищий. Порошенко закрыл доступ к пропагандистским ресурсам Одноклассники и ВКонтакте, пытался закрыть телевизионные пророссийские каналы, но Путин надавил на своих прикормленных коррупционеров в Европе и та взвыла, не трожь, это наезд на свободу слова. Порошенко думал, что хомячки оценят сильную армию, оценят Томас. Правда ему и некогда было, он же еще и геополитик, и каким-то чудом сколотил антипутинскую коалицию в мире, где были Рохля Обама, приславшую украинской армии помощь одеяла, про путинская подстилка Меркель и Франция. Как теперь всплывают факты, что Германия, Франция и другие страны называют Австрию, Болгарию и Венгрию под шумок продавали России запчасти на ракеты как подвийного призначения в обход эмбарго, потому что Путин им просто пообещал, что не будет использовать их для военных целей. Итак, Порошенко вел вперед Украину в цивилизованное общество под вопли и аккомпанемент пропагандистов под Лайма-Сейчук, который называли «Украинская Скобеева» и «О беспокоенности в рот». И да, чуть не забыла, он еще провел мощный этап декоммунизации, хотя сопротивление опять было не слабое. Громады их руководителей юлили, проклинали Ветровича, пытались оставить себе привычных советских героев в названиях площадей, всякие улицы Бурятские и Барнаульские, к которым они прикипели душой, и таки многих оставили. Как бы там ни было, но в 2019 году, наконец, правление ненавистного Петра Порошенко. Украина имела профессиональную армию, 260 тысяч бойцов, кучу современного дорогостоящего оружия, ПВО вокруг Киева, которое Порошенко сделал за свой счет, крылатые ракеты «Нептун», «Альхат», зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400, «Байрактары» и так далее. Переход на Крым был заминирован и укреплен пятью рядами противотанковых заграждений. А тут и произошло сказочное явление кандидата в президенты народу. Вся кампания 95-го квартала сопровождалась такими простыми слоганами, как и в 1917-м «Земля крестьянам». Через сто лет эти лозунги были такие же примитивные и ни к чему не обязывающими. «Старые политики нудные», «Хуже не будет», «Хоть поржем», «Голосуем по приколу», «Сделаем их вместе», «Конец эпохи бедности», «Конец эпохи брехни». От этих призывов 25% украинская элита леденела от ужаса, что, оказывается, это так просто – рыть себе могилу. Ведь весь этот шабаш происходил в воюющей стране, напоминаю. Слоган «А то Путин нападет» звучал страшно только для тех, кто знал, что Путин напал еще в 2001 году. Но убыватель же ничего не знал о войне. Он думал, что в зоне ООС там только мародеры с алкашами. А слоган «Враг не в Москве, а в Киеве» четко обозначал «Война выгодна Порошенко, а Путин за мир во всем мире, но с ним не хотят договариваться. Это вообще непонятная война. Пусть сын Порошенко воюет, а не простой народ. Это не моя война – пел такую песню некий певец Вакарчук. Очень важно, что еще в 2015 году вышел на экран, случайно или не случайно, сериал «Слуга народа», в котором 95-й квартал позиционировал себя как простой человек, учитель истории, он становится президентом и борется с коррупцией и олигархами. Сериал этот я, естественно, не смотрела, а переписала этот сюжет в Википедии. Во время предвыборной кампании появилось такое явление, как зыботы, страшно похожие на юлиботов. Когда хакеры взломали переписку штаба 95-го квартала, то там всплыла фраза будущего министра по цифровизации Михаила Федорова «Увеличил бюджет на ботов, которые будут защищать нас от атак». А в октябре 2019-го политтехнолог Дмитрий Раимов признался, что на выборах он отражал негатив от 95-го квартала с помощью ботаферм, сеток публичных страниц, телеграм-каналов, экспертов и блогеров. «То есть вы использовали ботов?» – спрашивает корреспондентка. И такой вот ответ. Мы часто их используем. Это часть инструмента, который позволяет поддерживать общественное мнение в комментариях. Хотелось бы сказать, что можно от них отказаться, но после выборов и работы в Минздраве понимаю, что это сильный инструмент в Минздраве. Представляете? В Минздраве. То есть боты – сильный инструмент именно с медицинской точки зрения. И хотя потом все это они отрицали, но было очевидно, что заботы не только есть, но они многочисленные, вездесущие, появлялись не только под новостями о 95-м квартале, но и под постами с минимальной его критикой. Можно представить, какие огромные деньги были на это все потрачены. И это в стране, находящейся в состоянии войны. И это вместо того, чтобы тратить средства на укрепление армии и создание куполов над Мариуполем и Харьковом. Вся кампания 95-го квартала была направлена против человека, который восстановил систему противовоздушной обороны Киева за свои деньги, передал на вооружение десантно-штурмовых войск снайперские винтовки. Но на любое упоминание об этом в медиа набрасываются до сегодняшнего дня заботы и обесценивают всю эту благотворительность копипастами типа «опять пиариться». Дискредитация подверглась все, что строил Порошенко и даже армия. Вот видео неуважаемой мною «Радио Свободы», которое давно превратилось в инфопомойку. На экране некий Алексей Мацука. Это ролик 2015-го года. Позже Мацука станет шеф-редактором скандального телеканала «Дом» с консультантами с телеканала «112» и «Квартала 95». Их критиковали за распространение пророссийских нарративов об украинских праворадикалах и т.д. «112 Украина» – это закрытый пророссийский информационно-просветительский телеканал в Украине. Выходил в медиахолдинг «Новости», чьим неофициальным владельцем был политик Виктор Медведчук. «Дебаты кандидата о президенты прошли чисто как закрепление пропагандистского материала. 95-й квартал пришел ломать систему старых политиков, обесценивалось фактически все, чего добилась Украина при Порошенко. Без виз и армия – это достижение украинского народа. Причем тут барыга, пиарщик, Порошенко. Ничего нового, только борза, нахраписто, цинично, развязно, бесцеремонно». Кстати, это типичные дебаты, о которых мы говорили в начале. Open-minded против обывателя. Обыватель 95-й квартал отметал факты и не собирался на них реагировать. Он хорохорился, выкрикивал ранее заготовленные слоганы, придуманные политтехнологами. Посмотрите эти дебаты и в этом все это увидите. И, как всякий обыватель, 95-й квартал затаил личную обиду на оппонента, обладающего критическим мышлением. Кстати, помните, как в 2010 году избиратели кричали «Почему вы не хотите нашего парня?» Так и теперь избиратель 95-го квартала обижался. «Ну почему эти парохоботы не хотят президенты нашего простого парня?» Эта картинка очень точно иллюстрирует слоган «Ах, вы не хотите нашего простого парня?» Тогда мы назло вам проголосуем за нашего простого парня. Это вы виноваты, что нас чморили и даже обзывали ватниками. Вот попляшете вы у нас теперь парохоботы проклятые. То есть обыватель попадался на все крючки, которые им расставляли пропагандисты. О Путине, как об агрессоре, не упоминалось вообще. В его глазах мир, мы с ним договоримся о мире. Все в точности, как было у Черчилля с Чимберленом, вернувшимся из Мюнхена. Но уроки истории никто не учит. И, наконец, трушное предвыборное сказание. Одна моя, скажем так, хорошая знакомая на фирме, где она работала, как-то собрались сотрудники за тортом с чаем перед 21 апреля 2019 года. И все радостно обменивались мнениями, какие они крутые, что голосуют за молодого и веселого простого парня из народа, а не за какого-то старого барыгу. Сотрудники были в безопасности все эти пять лет. Они радость осмотрели в будущее. И только моя знакомая сидела молча, в ужасе наблюдая эту свистопляску. И тогда ее прямо спросили, а за кого она будет голосовать? И она ответила, что, конечно, за Порошенко. Все сотрудники, за исключением начальника охраны, но, включая директора, посмотрели на нее, как на больную. В их головах как-то не складывалось, как это она, с виду красивая и умная, а не хочет быть в тренде. И тогда моя знакомая взорвалась и жестко им ответила. Я для того буду голосовать за Порошенко, чтобы вы, дуры, потом по подвалам не прятались со своими детьми, когда на ваши головы будут падать бомбы. И вот выборы 2019-го. В первом туре расширенная свора для отбирания голосов у Порошенко. Даже Гнаб с Кивой подключились и даму Бубин вытащили из рукава. С имиджем пожилой школьницы она получила свои 13 процентов. А перед вторым туром некий Игорь Лапин пророчески вздохнул. Завтра, блядь, наголосуют, а ты потом опять по каким-то ебеням с автоматом бегай. Второй тур вернул элиту нации назад в 1991 год. Те же 25 процентов зафиксировали свое существование. И в который раз приготовились тащить на своем горбу всю страну. Но теперь у них на это есть наснага, воля, навыки. Им не страшны крючки пропагандистов. Им невозможно запудрить мозги. У них остался и гетьман, за которого они сотрут порошок. Но если он предаст их, они его сами сотрут порошок. Это все тоже 15-20 процентные ядроны скоронных. Остальные примкнули нехотя, но хотя бы так. Потом объясним их поведение. Идет война, а у страны завтра будет главнокомандующий из 95 квартала, который утверждает, что для того, чтобы остановить войну, надо просто перестать стрелять. На прощальный день собрались в Киеве, чтобы поблагодарить Порошенко за всю работу по защите национальных интересов на посту президента. За армию, за муву, за виру. И я там совершенно случайно оказалась. Совершенно случайно. Правда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Армия Мова Вира! Элита начала готовиться к войне с Россией еще усерднее. Она знала, что теперь острая фаза войны не за горами. Она знала, что теперь Путин не отступится. Методом батага и пряник он попытается урвать себе еще кусок Украины. А значит, надо помогать армии на максимальных оборотах, как это было в 2014. Надеяться теперь не на кого, надо плести больше сеток, усиленно помогать соночкам. А 75% населения разошлись, как всегда, спокойные, позитивные, довольные собой. Они всегда после выборов приходят домой веселые и спокойные, но на этот раз еще и модные. Сели у телевизора, вся семья обнявшись. Никаких разногласий, как это было в прошлые годы, когда бабушка голосовала за коммунистов. Мы сделали их вместе, говорили друг другу бабушка и внук. Родители довольны и усмехались. Они ничего не знают о коллективной ответственности, которая начала набирать обороты в турборежиме, и что она как дождь, и жаловаться на нее бесполезно. А бородатого олигарха внесли в базу сайта миротворец. За сознательное участие в подрыве основ национальной безопасности в период, начиная с 2016 года. За умышленную дискредитацию институтов государственной власти и институтов управления в Украине. За манипуляцией общественно значимой информации, за организацию распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале. А Путин, который раз вдохнул с облегчением и подумал, главное мы их сделали. Украина это не государство. Как население Малороссии не поддержало массово Мазепу, так и сейчас их потомки послали нахрен Порошенко, где он только взялся на мою голову. Мы один народ. Современная Украина целиком и полностью детище советской эпохи. Россия никогда не была и не будет антиукраиной. А какой быть Украине – решать ее гражданам. А граждане теперь в моем кармане. И это три четвертых страны, а даже не половина. 73% – это разгром Порошенко. С ним покончено навсегда. Забуду о нем, как о кошмарном сне. И, помолчав, добавил с ухмылкой. Украинцев нельзя купить, но их можно арендовать. А поляки опять выбрали Анджея Дуду. А мораль сей басни такова. Когда часть избирателей заходят в кабинку для голосования, то они думают, что они там одни. И фиг кто узнает, какую птичку они там поставили. Они думают, что пора голосовать – это как семейный праздник типа Нового года, когда дети приезжают по месту прописки. И с бегом на избирательный участок можно воссоединиться, наконец, за семейным столом. Значимость такому празднику придает тот факт, что по телевизору им напоминают, как важно не оставаться дома, а выполнить гражданский долг. Проголосовал – молодец. А за кого? Это тайно – за семью замками. А другие избиратели долго готовятся к этому дню. И для этого они постоянно секут поляну, слушают, читают, анализируют. В минуты опасности для страны они часто пробираются к избирательной кабинке через километры и всякие бюрократические препятствия, как Сана Фельдгендлер, и добравшись до нее, четко понимают, что они там не одни и за кого они голосуют, а на самом деле никакая не тайна за семью замками. Потому что над их спиной незримо нависает некий Владимир Владимирович Путин, который с интересом наблюдает, напротив кого они поставят птичку. И они знают, что эта птичка нифига не растворяется в миллионах других пернатых, а эта птичка – это ястреб. И когда товарищ Путин увидит этого ястреба в красной папочке с результатами голосования, то при виде этого ястреба товарища Путина должно так перекорежить, что он и думать забудет об Украине на веки вечные. И последнее, что он о ней подумает – это будут два слова. Так что я не знаю, дорогие потомки, что вам там поведают ваши мамы и папы, дедушки и бабушки, а также учителя истории, но на этот раз я рассказала вам то, чему сама была свидетель.